Всем привет! Сегодня 1 октября и мы уже месяц в Канаде. Уже потихонечку проходит эйфория от первых двух недель, так точно. Уже потихонечку начинаешь замечать где-то свои тонкости, нюансы, где все не так супер-пупер радужно. Но тем не менее, общее впечатление от переезда, общее впечатление от того, что мы сейчас в Канаде, не меняется. Нам все очень нравится и Канада не перестает нас удивлять каждый день, о чем я сейчас и хочу поговорить. Что же произошло у нас за этот первый месяц? Начнем коротко со школы. Катя уже месяц ходит в школу. В школе она учит английский язык и учит французский язык. И вот через месяц такого обучения уже, я замечаю, она мне начинает выдавать английский на французском языке. Дни недели, счет, какие-то песенки, слова замечает. Очень много разных материалов напечатанных, все идет на двух языках. Вот она смотрит и говорит мне, вот мама, это французский, а это английский. Что-то пытается читать, что-то пытается говорить. То есть для нее это уже не страшно и она на слуху. Она уже так вот пытается что-то говорить, рассказывает, песенки поет. Это очень классно, это очень нам нравится. Что касается английского языка, то здесь тоже есть небольшие успехи. Уже я вижу, что Катя гуляет, допустим, на площадке. Там бывают дети с ее класса канадцы. И что-то с ней там говорят, зовут поиграть. Или сегодня она гуляла с братом, ее спрашивают, мальчик, это твой брат? Она отвечает. То есть где-то что-то она понимает. Вчера, например, был случай, мы покупали в кафе еду и забыли дать нам трубочки. Я вышла из кафе, смотрю, нет трубочек. Спрашиваю мужа, как будет трубочка? Я не знаю. Он говорит перед Катей, иди сходи в магазин, попроси. Four pipes. Четыре трубочки. Она переспросила еще раз, несколько раз волновалась и ушла. Я думаю, ой, как же она там справится в магазине одна. Выходит через несколько минут, несет четыре трубочки. Я ей машу, класс, молодец. Она говорит, объясняла, говорила и показывала. Но в итоге, конечно, ее с первого раза никто не понял. Меня тоже с первого раза не понимают часто, когда я что-то говорю. Хотя я говорю правильно, но может быть не тот акцент, не та интонация, не то произношение. И они смотрят и иногда не могут понять, что я говорю. Вот, но результат мне нравится, что ребенок не испугался. Она пошла в магазин на английском языке, что-то пыталась говорить, жестами показывать. И в итоге она это сделала, она получила. Вот, то есть, в общем, потихонечку учим язык. Для нас тоже есть дополнительные курсы английского языка. К сожалению, вот в сентябре у нас получилось только на два пробных урока прийти. Где у нас там знакомство, была регистрация, а на сами занятия не получилось. Заболел Дима, не получилось прийти. Вот два раза в неделю проходят днем занятия для мам с детьми на территории церкви. Я сейчас добавлю видео. Там очень красиво для детей. Там столько всяких разных игр, маленькая комната, как игровой центр, очень уютно. И там будет няня, которая будет сидеть с детьми. И рядышком комната, где столы будут заниматься взрослые мамы с учителем. Два раза в неделю по понедельник и четверг на час. И два или три раза в неделю на 7 часов вечера для всех взрослых, но уже без детей. Так как наше время на час, Димочка заболел, пока мы не поприсутствовали там один раз на проб, там на занятия, пока не знаю. Но тем не менее, все это есть, все это бесплатно. Пришла на курсы английского. Здесь есть для детей вот такая комната. Дети играют, а родители в соседней комнате учат английский. С детьми будет еще какая-то женщина. Это я к тому, что, когда мы собирались уезжать, очень многие говорили, что вас там никто не ждет, кому мы там нужны. Здесь все, разные организации, все есть для того, чтобы помочь иммигрантам здесь чувствовать себя хорошо. Учить язык, пожалуйста, курсы, найти работу, пожалуйста, есть Multicultural Association, ассоциация, тоже благотворительная организация, куда мы приходили, нам там 2,5 часа замечательная женщина С.Л. рассказывала про Сасекс, что это за город, его историю, где нужно искать работу, как это все делается, как детей встали в школу, кружки. Ну, в общем, 2,5 часа человек нам уделил своего времени. Она давала очень много полезной информации. Потом еще дополнительно со мной встречалась, мы разбирали, как писать резюме, как писать каверлета, как подаваться работодателям. Сейчас еще, когда я это все допишу, она обещала тоже мне встретиться со мной и помочь им прочитать, а правильно ли я это все сделала, и помочь мне найти работу, даже вот так вот, как я мама с маленьким двухлетним ребенком. Но, тем не менее, все возможно, даже на уровне волонтерства, то есть это все приветствуется, это все здесь нужно, нужно пробовать. И в этот четверг, кстати, тоже вот будет в начале октября ярмарка тыквенная. Я тоже буду участвовать как волонтер в школе, помогать детям тыквы покупать, везти домой. Об этом будет отдельное видео. Я хочу сказать, что здесь очень принимающее, очень положительное, позитивное окружение. Люди помогают, даже когда ты их не просишь. Они очень по-доброму настроены, очень многое чего могут просто отдать, подарить, помочь. Вот буквально вчера был случай, мы стояли на обзорной площадке, фотографировались. Я с Катей сидела, муж фотографировал. Станавливается машина, выходит девушка, говорит, давайте я вас фотографирую всех вместе. Муж сел, нас фотографировали все вместе, улыбнулась, уехала. То есть ее никто не просил, она остановилась, она решила нам помочь. Это настолько приятно, это просто, я нахожусь в таком приятном шоке, вот уже месяц. И это во всех, в мелочах. Например, в магазине подходишь, поворачиваешь на какой-то ряд. Если там стоит человек возле прилавка, он отходит, чтобы ты проехал, чтобы ты посмотрел. То есть, если ты выходишь, человек стоит и ждет, пока держит дверь, пока ты не выйдешь. Вот все в таких тонкостях, в таких мелочах. Очень приятно, очень, ну очень приятно, да, жить в таком окружении. Что еще? Еще первое, наверное, что мне запомнилось, первое мое ощущение после приезда в Канаду, когда мы стали гулять на площадках, я почувствовала, что здесь безопасно. Вот правда. Безопасно моим детям гулять на площадке. Безопасно кататься на качелях, потому что они не деревянные, железные, которые долбанят по голове, так и мало не покажется. А это на цепочках, конечно, цепочками тоже можно удариться, но не до такой степени. Безопасно гулять детям, потому что машины не летают по всем улицам, по всем дорогам. Собаки не бегают, дикие, грязные, не знаю. Нет собак, собаки, если ходят, они на поводках. Да и собаки тоже такие же вежливые, как и канадцы. Правда. Что еще? Ну, люди. Если что-то происходит на площадке, никто на моего ребенка не кричит. Там, мама, что ты там забрал? То есть было пару раз, что в самом начале Дима подходил и забирал у ребенка игрушку. Я один раз этого не заметила, смотрю, плачет ребенок, смотрю, стоит мой Дима с чужой игрушкой. Я говорю, что ж ты забрал, а мама держит своего ребенка и говорит, it's ok. То есть она не забирает у моего ребенка игрушку, она ждет, когда я подойду и отдам ей игрушку, и я подключусь. То есть она не заступается, что ли, за своего ребенка в такой агрессивной форме, как это происходило, например, у нас в Харькове на площадке. Когда Дима у меня тоже так взял у мальчика игрушку на площадке, ничего криминального, да, обычная ситуация, дети играют. Взял из рук игрушку, мама подошла, забрала у моего ребенка, отдала своему и еще на моего так строго накричала. То есть, ну, такого невоспитанного, непорядочного, наглого поведения здесь нет. И меня это очень радует, мне вот реально спокойно, от мелочей, сигнализация пожарная в доме работает. То есть я встала готовить первый день, не включила вытяжку, пошел пар, включилась сигнализация, запищала, было очень громко. То есть сигнализация работает. Например, перед отъездом та же самая ситуация у меня дома, соседка на этаже под нами жарила курицу в духовке, забыла, заснула, курица сгорела, вся квартира в дыму у нее и вся квартира у меня. Никаких повещений, никаких вот, да, вот если что-то случится, ну, никто об этом знать не будет знать. У всех по 20 тысяч дверей, на звонки не открывают. Ну, в общем, здесь все по-другому. Детям в магазине можно трогать игрушки. Детям в магазине можно лежать на полу, плакать, кричать. Ну, это не, я не провоцирую, не воспитываю у них это. Но если вдруг такое случилось, то не сыпятся на меня там взгляды, о, боже, мама, какая там вы мать, у вас тут дети кричат невоспитанное. Или там, как молодые мамы маленьким детям своим говорят, видишь, мальчик плачет, он себя плохо ведет. То есть, нет, буквально, опять же, на днях была ситуация, что Дима плакал в магазине, я, так сказать, оставляю в детском отделе и еду за продуктами. Слышу через весь магазин плачет мой ребенок, прихожу, думаю, ну, сейчас будут на меня смотреть. Вообще нет взглядов, вообще, как обычная ситуация. Ничего такого сверхъестественного не произошло. Это тоже приятно, потому что, ну, опять же, сравнивая, как в Харькове, да, просто я везу двухлетнего ребенка в коляске, и мне кто-нибудь скажет, что он уже у вас большой, вам уже не надо его возить в коляске. Нет, здесь и трех, и четырех, и пятилетнего ребенка, ну, грубо говоря, может, не пяти, могут возить в коляске, никто его не скажет. Это их дело, им так удобно, их так комфортно. То есть, никто не влазит в вашу жизнь. Если ребенок сейчас вот в школе, дети гуляют, хочет прийти в шортах и в шлепках, он приходит в шортах и в шлепках. Если хочет прийти в сапогах, в шапке и в перчатках, он приходит в сапогах, в шапке и в перчатках. И правда, то есть, вы сейчас гуляли днем, дети гуляют кто в чем, кто в сапогах, в шапке, кто в шортах и в шлепках. То есть, никто ничего не говорит, каждый имеет право принимать свое решение. Это тоже приятно. Что еще, что еще? Да, по документам. В первый день мы поехали, заказали медстраховку, но еще ее не получили. И пришла еще медицинская страховка, ждем вот по почте. Также получили social insurance number для меня. То есть, я теперь могу идти работать. Мы за этот месяц успели побывать в нескольких красивых местах, увидеть океан, увидеть очень красивые парки. Везде чисто, красиво, приятно, ухоженно. Есть место для пикника, есть место для детей, площадки, травки, газончики, для фотографий. То есть, очень красиво. Тоже об этом отдельное видео уже есть на канале. Мы еще побывали для маленьких детей в детском игровом центре, который тоже, кстати, бесплатный. И для занятия для малышей, с Димой мы ходили. Там тоже классно, можно пообщаться, поиграть. Диме очень понравилось. И небольшие минусы, которые я заметила за это время. Минус, скорее всего, может быть, это надо к этому привыкнуть. То, что погода, да, очень-очень переменчивая погода. То есть, ночью может быть 0, минус 1, днем может быть плюс 20. То есть, вот эти вот переход, такие скачки, но непривычно. Выходишь утром с куртки в шапки, днем ты уже в футболке гуляешь, вечером опять холодно. Это непривычно и вызывает небольшие головные боли, связанные с этим. Ну, из минуса, наверное, то, что нужно иметь машину. Потому что Усасовск город маленький. Здесь, конечно, можно пешком с коляской пройтись, но здесь мало достопримечательностей. Все равно нужно выезжать в другие города, чтобы посмотреть. Поэтому транспорта никакого нет. Нужно иметь машину и наслаждаться уже всеми красотами Канады. Ну, в общем, первый месяц в Канаде у нас насыщенный, интересный. На каждых выходных мы куда-то ездили, и на этих ездили, и на следующих еще поедем. Очень хочется все посмотреть. Сейчас красивое время года, осень золотая. Деревья просто нереально красивые. Черные, красные, оранжевые, желтые, зеленые. Вид из окна у нас очень красивый. Ну, вот такой наш отчет за первый месяц в Канаде. Все, спасибо, что вы с нами. Пока!